извините за задержку теперь я могу начать и сегодня я расскажу вам о стратегиях лечения ранних форм рака легких в японии этот график показывает тенденции ведущих причин смерти в японии с 91 года рак является основной причиной смертности в японии и отвечает почти за 28 процентов смертей в японии и 15 процентов это сердечно-сосудистые заболевания а церебровоскулярные составляют 12 это статистика онкологии в японии по смертности как вы видите рак легких занимает первое место и является самым в основном распространенным номер два среди женщин не слышите 10-летняя выживаемость как видите все виды раков а потом rmg прямая кишка и 31 процент занимает рак легких в японии у нас есть регистр по хирургическим случаям рака легких каждый пятый шестой год обновляется первый обзор был произведен на в девяносто четвертом году последний обзор в 2010 за последние 16 лет самое большое повышение увеличение было пациенток женщин с 29 процентов девяносто четвертом году до 38 процентов в 2010 более старший возраст пациентов стал более восьмидесяти лет трех процентов увеличилось количество пациентов до 10 с половиной ограниченные резекции тоже увеличились 6 процентов до 22 процентов больше у нас небольшие по размеру опухоли меньше двух сантиметров чистота с 23 процентов увеличилась до 39 и также больше аденокарцином стола с 56 процентов почти до 69 с половиной также улучшается уровень выживаемости пятилетняя выживаемость общая увеличилась 50 почти 2 процентов до почти 75 мы проводим кт-скрининг в случае рака легких впервые в девяносто шестом году доктор коннега описал такой скрининг и это было уже больше 20 лет тому назад и он определил характеристики определен рака легких определенной с помощью скрининга это ранее стадия в основном 1а меньше по размеру меньше двух сантиметров или два сантиметра и иногда имеют они характеристику гго и я еще расскажу вам могу дальше и также аденокарциномы на периферии а прогноз после хирургического вмешательства очень хороший что касается гго или затемнение по принципу матового стекла как вы видите здесь на слайде это повышение затемнения в легких такую замутненная и бронховаскулярные структуры хорошо при этом визуализируется при этом даже если размеры больше трех сантиметров на рентгенограмме грудной клетки гго невозможно определить поэтому когда мы начали проводить кт-сканирование мы стали обнаруживать их гораздо больше что касается хирургического вмешательства по причине рака легких было проведено исследование третьей фазы результат этого исследования в девяносто пятом году было опубликовано пациента с немелкоклеточным раком легких т1 н ноль были рандомизированы в группу лобоктомий или ограниченной лимитированной резекции в статье было показано что во второй группе с ограниченной резекции степень рецидивов утраивалась и также наблюдалось 30 процентное повышение общей смертности на основании результатов этого исследования лобоктомия остается стандартной процедурой хирургической поэтому мы проводим лобоктомию всем пациентам с раком легких два случая на этом слайде показано слева вы видите чистый узел по принципу мотового стекла ггн а справа солидный узел одинаковые по размеру они и патологии одинаково это аденокарцинома но и они и различны с биологической точки зрения и с прогностической слева это аденокарцинома ин-ситу а а справа инвазивная аденокарцинома простой вопрос встает нужна ли лобоктомия во всех случаях на кт с высоким разрешением очень важно соотношение кт консолидация к опухоли частично солидный узел имеет консолидацию в центре опухоли и гг о на периферии консолидация или солидный компонент соответствует инвазивному центру или очагу раковых клеток в то время как гг о показывает рост раковых клеток вдоль альвеолярных стенок то есть это инвазивная часть опухоли кт с высоким разрешением коррелирует с патологическими находками соотношение консолидации к опухоли обозначается как соотношение кт по этому соотношению можно сказать что он является прогностическим по ранним стадиям рака легких suzuki выявил 69 случаев в которых это соотношение было меньше 0 5 и в этих случаях он обнаружил отсутствие инвазии лимфатическое отсутствие метастазов лимфоузлы васкулярная инвазия присутствует только в 3 процентов поэтому исследованию был сделан вывод что кт соотношение является прогностическим по ранним стадиям рака легких прогностическое влияние этого соотношения изучалась и в других исследованиях в случаях когда это соотношение было меньше 0 5 и было показано что в этих случаях выживаемость после хирургического вмешательства очень хорошая на графике показано уровень выживаемости без рецидивов как видите достаточно высокий кт на ранних стадиях адена карцинома вы должны помнить что такая солнечной стороной наверх так называемый признак это признак ранней стадии адена карцинома мы видим консолидацию в центре г г на периферии кт с высоким разрешением очень полезная при селекции при выборе ограниченной резекции для ранних стадий рака легких предсказание патологической неинвазивности крайне важна потому что в этих случаях мы можем ограничиться ограниченной резекции и есть четыре сценария 1 если кт показывает что у нас неинвазивная ситуация мы проводим ограниченную резекцию и патологический диагноз неинвазивно это самый лучший исход если на кт мы выявляем инвазивную опухоль мы проводим лобоктомию и патологический результат также показывает инвазивность это тоже хороший сценарий с хорошим исходом третий случай если по кт мы видим инвазивность проводим лобоктомию а патологические результаты подтверждают неинвазивность это тоже приемлемый сценарий потому что можно достичь излечения после хирургического вмешательства но вот последний сценарий если по кт подтверждается неинвазивность мы проводим ограниченную резекцию а патологический диагноз подтверждает инвазивность это сценарий неприемлемый потому что здесь нужно проводить для инвазивного рака легких лобоктомию а ограниченная резекция в этом случае это недолеченный пациент а недолеченность приведет к более высокому риску рецидивов специфичность должна быть высокой для того чтобы предотвратить эти случаи недолеченных пациентов в японии японская клиническая группа по онкологии джей кук провела исследование 0201 это исследование было мультицентровое проспективное исследование патологические неинвазивные раки легких определялись как оттенокарциномы без метастазов в лимфоузлы без васкулярной инвазии и без лимфатической инвазии первичная конечная точка в этом исследовании была специфичность в таблице приведены результаты этого исследования 0201 в случае аденокарциномы меньше или равны 3 сантиметрам и соотношение к ты меньше равно 0 5 специфичность составляла 96 и 4 процента а при аденокарциномы меньше равно 2 сантиметром и к ты соотношению меньше равно 0 25 специфичность была уже 98 и 7 процентов а 93 и 2 до 100 процентов был разброс таким образом выводы из этого исследования были следующие радиологические неинвазивные периферические аденокарциномы определяются как аденокарциномы меньше равно 2 сантиметрам по размеру и соотношение к ты 0 25 на к ты сканах что касается выживаемости исследование 0 2 0 1 аденокарциномы меньше равно 2 сантиметром и к ты меньше равно 0 25 общая выживаемость пятилетняя была 97 целых одна десятая процента что касается выживаемости без рецидивов тоже пятилетний 97 и 1 процент она также была то есть прекрасная выживаемость после хирургического вмешательства в данной популяции случае аденокарцинома меньше равно 3 сантиметром и соотношению к ты меньше равно 0 5 общая выживаемость пятилетняя составляла 96 и 7 процентов а выживаемость без рецидивов пятилетний 95 и 9 в этой популяции можно сказать что выживаемость после хирургического вмешательства тоже очень хорошая была и для сублобарной резекции эти случаи могут быть кандидатами вот таким образом здесь приведены все исследования японского клинического общества по онкологии мы проводим клинические исследования на основании размеров опухолей и соотношения к ты на сканах компьютерно-томографических если размер опухолей 2 сантиметра и меньше и 0 5 или меньше уровень к ты мы проводим клиновидную резекцию это исследование джей кук 0 8 0 4 третья фаза если меньше трех сантиметров размер опухоли а размер к ты меньше 0 5 мы проводим сегмент эктомию это было исследование третьей фазы с одной группой если же наконец размер опухоли 3 сантиметра или меньше а соотношение к ты 0 75 мы сравниваем сегмент эктомию слаб эктомии в исследовании третьей фазы исследование 0 8 0 4 джей кук нерандомизированное подтвердительное исследование пациенты с аденокарциномы меньше равно 2 сантиметров и соотношением к ты 0 25 или меньше равно субблаборная резекция была проведена первичная конечная точка в этом исследовании была выживаемость без рецидивов пятилетняя ожидаемая уровень пятилетней выживаемости без рецидивов составлял 98 процентов размер выборки 330 пациентов и результаты этого исследования были опубликованы и представлены на встрече конференция аска 2017 года всего было набрано в исследование 333 пациента проанализировано 314 клиновидная резекция была проведена в 82 целых двух десятых процентов выживаемость без рецидива пятилетняя 99 7 составила очень хорошая выживаемость после хирургии и никаких местных рецидивов поэтому на основании этого исследования мы заключили что субблаборная резекция должна быть выбором первой линии в этой популяции пациентов то есть среди пациентов у которых аденокарцинома меньше равно 2 сантиметра соотношение к ты меньше равно 0 25 следующее исследование джейку к 1 2 1 1 нерандомизированная подтверждающие исследования в этом исследовании пациенты с аденокарциномой меньше равно 3 сантиметров и соотношением к ты меньше равно 0 5 им проводила сегмент тектомия первичная конечная точка выживаемость без рецидива пятилетняя ожидаемая выживаемость составляла 94 процента размер выборки 390 пациентов было набрано в этой исследовании 396 пациентов и набор пациентов был закончен в 2013 году то есть мы еще ждем зрелых данных по выживаемости и наконец исследование джейкок 0802 рандомизированные исследования для подтверждения того что сегмент тектомия не хуже показывает результаты в этом исследовании были пациенты с немелкоклеточным раком легких меньше равно 2 сантиметра и соотношением к ты больше 0 5 были рандомизированы две группы лобоктомии и сегмент тектомии первичная конечная точка пятилетняя общая выживаемость ожидаемая общая выживаемость пятилетняя составляла 90 процентов граница того что сегмент тектомии не хуже составляла 5 процентов размер выборки 1100 пациентов что касается данных по безопасности в исследовании джейкок 0802 недавно были опубликованы эти данные в этом исследовании было набрано 1106 пациентов и грандомизирована лобоктомия была проведена в 554 случаях а сегмент тектомии в 552 более 1000 пациентов таким образом принимала участие ни одного смертного случая уровень осложнений составлял 26,2 в группе лобоктомии и 27,4 в группе сегмент тектомии статистической разницы между двумя группами не отмечено первичный анализ общей выживаемости результаты по этому анализу появятся в 2020 году то есть в будущем году у нас в токио будут проводиться олимпийские игры и поэтому результаты наши появятся в год олимпийских игр в токио и так особые вопросы в ранних случаях рака легких пола после ограниченной резекции обязательно введение небольших чистых случаев ггн и также рак легких мультифокальной более длительный пола требуется после ограниченной резекции в этом исследовании доктор юшида представил исходы клиновидной резекции 50 случаев ранее данной карциномы с гг у и в этом исследовании в течение пяти лет не отмечалось рецидивов выживаемость прекрасная была в течение первых пяти лет но после пяти лет уже отмечались рецидива из 50 случаев было четыре рецидива и изначальные рецидивы во всех четырех случаях отмечали рубзование в месте иссечения время до рецидива как видите 7 и 9 5 и 5 8 и 10 с половиной лет таким образом пять лет отслеживания фоллоуапа после ограниченной резекции это мало мы должны до 10 лет и даже может быть дольше отслеживать пациентов этих что касается прогрессирования узлов с чистым ггн слева мы видим небольшой чистый ггн в правой нижней доле через пять лет но мы видим что появился компонент в центре и мы провели хирургическое вмешательство итак фоллоуап для чистого ггн было проведено перспективное исследование более 7 почти 800 пациентов и 1229 узлов средний период фоллоуапа составил 4 3 года а в случае чистого ггн это было более тысячи случаев рост больше или равно двух миллиметров наблюдался у 14 процентов пациентов в течение пяти лет а появление солидного компонента у 6 процентов пациентов через пять лет причем средний период появление солидного компонента составил 3 целых восемь десятых года поэтому пока мы не знаем какой рост или статус ггн является стабильным требуется дальнейшие исследования для того чтобы определить оптимальный период фоллоуапа в случае чистого ггн и наконец мультифокальный рак легкого это пациентка 71 год никогда не курила как вы видите на этих катей изображениях в левой и верхней доли самая большая опухоль но при этом множественные ггн в левой верхней доли и в левой нижней доли и даже справа есть некоторые узелки с чистым ггн мы провели билатеральную сегмент экотомию три инвазивных аденокарциномы были выявлены минимально инвазивные аденокарциномы и две аденокарциномы ин-ситу что касается мультифокального рака легких он часто встречается среди женщин и даже среди тех женщин которые никогда не курили выживаемость хорошая после хирургического вмешательства поэтому нужно следовать стратегии лечения интенсивного но иногда бывает это не просто нужно иногда повторять хирургическое вмешательство и это достаточно большая проблема в японии что нужно вынести из моей презентации у нас больше аденокарцином на периферии небольшого размера теперь больше пациенток которые никогда не курили больше случаев по принципу матового стекла иногда мультифокальные в соответствии с размером опухоли и соотношением к антепп были проведены клинические исследования и скоро появятся их результаты дальнейшие исследования необходимы для того чтобы установить период фоллоуапа оптимальный в случае небольших и чистых ГГН спасибо вам большое и возникли ли у кого вопросы сразу к Яхиру Яшида да давайте Андрей Борис Шрябов да переводчик тогда лучше да есть у нас микрофоны нет микрофоны для того чтобы перевести это не микрофон это устройство для перевода что когда вы выполняете анатомическую сегментектомию какой объем когда вы проводите анатомическую сегментектомию это лобспецифическая лимфодисекция это сэмплинг или это систематическая лимфодисекция скажите ему пожалуйста что ему нужно слушать на втором канале он слушает на русском канале когда мы проводим сегментектомию был ваш вопрос проводим ли мы лимфодисекцию правильно я понял наши показания по сегментектомии при ранней стадии рака легкого мы проводим сегментектомию но при этом не проводим диссекцию лимфатических узлов в тех случаях когда это не обязательно скажите пожалуйста при какой распространенности рака легкого вы выполняете позитронно-эмиссионную томографию вы выполняете позитронно-эмиссионную томографию при ранней стадии когда вы выполняете ПЭТ когда вы выполняете ПЭТ в Японии но в моем хоспитале нет ��는 ПЭТ мы проводим ПЭТ перед операцией в японии потому что медицинская страховка покрывает это исследование сегодня я не говорил о ПЭТ сканировании Но мы сейчас выбираем кандидатов на ограниченную резекцию на основании КТ и ПЭТ. Вы имеете в виду всех пациентов? А если у вас пациент с чистым ГГО, вы проводите ПЭТ или нет? Если очень небольшой по размеру, мы не проводим ПЭТ, потому что если очень маленький, ПЭТ будет негативным. И если мы думаем об операции, нужно ли её проводить или нет, мы проводим ПЭТ. Но если мы просто наблюдаем пациента, но никакой операции не проводим, тогда не ПЭТ. Перед операцией всегда ПЭТ. Продолжение следует...